Приветствую вас! Мне бы очень хотелось узнать, откуда у вас появились подобные мысли вообще. То есть, откуда возникла сама вот эта вот дилемма, откуда возник сам этот вопрос. Кто вам внушил вообще, что есть такая проблема? Откуда вы взяли для себя, что можно задаваться таким вопросом? Это первый момент. Второй момент. Второй момент будет, наверное, даже не о вашем вопросе. Второй момент будет такой. Вы, наверное, хотите, чтобы ваша дочь была счастлива. И если вы хотите, чтобы ваша дочь была счастлива, то и вам нужно быть счастливой. А если вы будете себя чем-то ограничивать, то вы никогда не будете счастливы. Правильно? Я думаю, вы согласитесь с тем, что это правильно. Значит, чтобы наш ребенок был счастлив, нужно, чтобы и вы были счастливы. И если вам для этого нужно определенное состояние, если вам для этого нужны определенные условия, то вы имеете такое же право эти условия получить. Потому что, собственно говоря, вы такой же человек со своими потребностями. И эти потребности никуда не деваются после того, как вы становитесь матери. Это второй момент. Третий момент. Третий момент заключается в том, что вы имеете право на интимную жизнь совершенно так же, как и любая женщина без ребенка. Более того, вы имеете полное право сказать ребенку о том, что это ваш мужчина, но не посвящать ребенка естественно в подробности. То есть просто назвать этого мужчину вашим другом, которым вы общаетесь. Поскольку ребенок маленький, как бы, факт отца, фигуры отца как такового, у него не будет, у ребенка. И он будет воспринимать действительно мужчину, как вашего друга. И все. Чем вы занимаетесь ночью, когда ребенок спит? Ну, это уже ваше, как бы, личное дело, опять-таки, ваше личное дело. Понимаете, если ребенок может подойти к двери и начать послушивать реально, то это также означает, что ребенок может зайти в интернет, открыть планшет и, собственно, узнать обо всем том, чем вы занимаетесь из интернета. Потому что, ну, слишком много сейчас информации подобного рода, и дети узнают обо всем гораздо раньше, чем, например, это было, ну, скажем, советское время, да, и так далее. Да и хотя бы на даре 90-е, когда Советский Союз только расстался. Поэтому современные дети, например, детям, которые были тогда, развиваются очень быстро. И когда вашему ребенку будет уже где-то 4-5-60 лет, можно сказать, что у взрослых, у взрослых есть взрослые дела, которые ребенку, там, слышать как бы не нужно. И все. То есть, рассчитывайте от консекста ситуации. Знаете, вы говорите о том, вот, основная это ваша проблема, какая? На мой взгляд, на мой взгляд, значит, сейчас найду то, что вы говорите, значит, дочь будет все понимать. Ну, вот, будет она, например, все понимать. И что? Начнет она догадываться, что что-то тут не просто и не чисто. И что? Если вы увидите, ведь у ребенка подозрения будут просыпаться постепенно, и вопросы в первую очередь она будет задавать вам. И если эти вопросы будут, то очень важно, чтобы вы на них ответили, на эти вопросы. Чтобы вы ничего не скрывали от нее. Мы говорили ровно столько, сколько нужно для того, чтобы ребенку донести истину. То есть, есть такие вопросы, на которые нельзя дать правильный ответ. Правильного ответа нет в принципе. И в таком случае самым правильным ответом будет честный ответ. Может быть и не раскрывающийся суть. Например, можно сказать, что вы со своим другом играете в такую игру. Игру специально для взрослых, при которой вы издаете соответствующие звуки. Например, и все. И ребенок, поскольку он сам играет, он поймет, что он поймет это и примет. Вы скажете правду? Да, вы скажете правду. Обманете вы ребенка? Нет, не обманете. Посвятите ли вы его в суть? Ну, наверное, нет. Скорее всего, нет. Будет ли знаете ребенок, чем вы занимаетесь? Да, будет знать, чем вы занимаетесь. Для него это будет совершенно нормально. То есть, если вы сами себя будете позиционировать более уверенно, если вы сами себя будете рассматривать как человека, который имеет право на это, а это действительно такая же потребность, как сон, еда и так далее, то проблемы у вас не будет. Другое дело, другое дело, что вот явно есть некоторый такой конфликт, я бы сказал, с уверенностью в себе. Вот вы пишете, значит, давно хотел задать один волнующий меня вопрос. Давно хотели задать волнующий вопрос. Собственно говоря, если хотели давно, то почему не задали? А как вы пишете, вы, как я вот посмотрел наш профиль, вы, значит, зарегистрировались два года назад. Последний вопрос вы задавали, ну, относительно недавно, да, то есть, ну, как недавно, 30-го числа 4-го месяца, то есть, это в апреле вы задавали последний вопрос, по крайней мере, в публичный. Ну и задали свой вопрос сейчас. Если предположить, что начиная с этого момента, вот с момента, с момента вот апреля, с момента последнего вопроса, вы хотели задать тот вопрос, который вы задаете сейчас, но возникает встречный вопрос к вам. Почему вы столько времени боялись? А чего вы боялись? Что вам мешало задать свой вопрос? Ну, вообще говоря, не очень понятно. И, собственно, момент заключается вот в чем. Ну, как получилось так, я об этом уже вас спрашивал, как получилось так, что вы оказались в ситуации такой, как вы описываете. Условно говоря, почему вы считаете, что женщина мать должна функционировать только как мать? Откуда у вас такие мысли? Откуда у вас сам факт наличия подобной дилеммы? Почему вы считаете допустимым, хотя бы в теории, лечение матери всех атрибутов женщины? У вас должен быть, наверное, пример этому. Либо пример собственных родителей, либо, ну, какое-то общественное мнение, которое на вас дарят. В любом случае, прислушиваться к общественному мнению не стоит, потому что общественное мнение всегда преследует свои цели. Вам нужно действовать в своих интересах. Ну и, собственно, помнить то, о чем я вам сказал в своем ответе. Дальше, значит, вот еще один вопрос, который я бы хотел вам задать. Вы пишите, что вы хотите узнать правду, какой бы жестокой она ни была. Уважаемая Екатерина, скажите мне, пожалуйста, вот что. Если бы, предположим, я бы сказал о том, что вы не имеете никакого права на радости жизни. Вы бы, что, как-то меня послушали? Вы бы реально запретили себе встречаться с мужчинами? Вы бы реально изменили свою жизнь? Просто ответьте на этот вопрос, постарайтесь на него ответить. Понимаете, в жизни люди живут своим умом. И да, есть проблемы, но проблемы, которые, в принципе, для каждого человека являются уникальными, с объективной точки зрения являются типовыми. Но каждый человек решает их по-своему, эти проблемы. Так вот, вам не нужно думать, что вы такая одна. Что перед вами стоит, только перед вами стоит такая проблема. На самом деле, одиноких женщин с детьми достаточно, и они как-то решают свою проблему. Они не ограничивают себя. И нужно это делать просто с умом. Не скрывать от ребенка. Быть с ним откровенно честным и предельно ясным. Доносить до него суть того, что вы делаете, соблюдая некоторые условности, понятные ребенку. То есть, говоря на его языке. Учитывая то, при этом, насколько быстро развиваются сегодня дети. То есть, в 5-6 лет ребенок, в принципе, уже может знать то, что раньше дети знали в 10 лет, в 11 и так далее. За счет интернета и информации, которая там есть. На этом все. Надеюсь, Екатерина, я ответил на ваш вопрос. Не хотелось бы говорить как-то плохо про людей, которые вокруг вас. Но если это они внушили вам, то мне очень жаль, что вы оказались в кругу таких ханжей, если угодно, которые внушают вам такие какие-то совершенно ужасные вещи. Я думаю, что коллеги, мои коллеги, у нас хочется верить здесь все люди адекватные, грамотные, леченные предрассудки и лютий, вам мое мнение подтвердят. И вы все-таки не будете думать о том, что ребенок это время, которое нужно нести через силу, призмогая саму себя. Я надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались дополнительные, обращайтесь в личку, я помогу вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!